Вот почему никто никогда не спросит меня? А почему? А почему? А что почему? Почему я такой нервный? Иногда. Я много лет играл с новичка в этом спектакле. Эмиль, то есть мой сын, играл Веню, то есть, собственно, виновника всего балагана. Вот, а сейчас я поменялся, я поменял сторону сил, я такой. Я теперь главный темный персонаж, Храпилкин. Добро пожаловать в мою великую страну черно-белых снов! Переходи на темную сторону. У нас печеньки. Так о чем все этот спектакль? Какой у него сюжет? Слушай, ну у нас, как в любом нормальном, хорошем голливудском блокбастере, у нас есть прекрасный положительный герой и отвратительный, омерзительный и отрицательный герой. Речь здесь о противостоянии двух концепций. Цветные детские сны и черно-белые скучные взрослые сны. Смотрите вы меня! Успокойтесь вы, несчастный! Ждет вас при домой ужасный! Вас, коллега, ждет уставал! Не ожидал! Без нервов, все нервные такие! Почему спектакль решили возродить? Ну, потому что очень многие зрители пишут на сайт театра и спрашивают у администраторов про этот спектакль. Он был очень популярный, и, в общем, на нем выросло поколение. И, наверное, для младших детей и некоторых семей им бы хотелось посмотреть этот спектакль. Остались, как вам внимательней, рассказывай мне, друзья! Скажите просто, если не счастливей, чем там, который не сам! Есть ли ты моя сабота, есть ли ты моя сабота, надо восьменье быть участворим! Замык-самык! Но я тебе могу сказать, что идея с мальчиком, который хотел, очень хотел, но не мог рассказать сны своим родителям, она почему-то мне как-то очень по-человечески показалась близкой и нужной для высказывания. И на удивление она оказалась потрясающе актуальной у зрителя, потому что дети, зрители выходили, и родители после спектакля говорили, да-да-да, да, это вот оно, это про нас! Сережа, пожалуйста, а это ты написал музыку для этого спектакля? Нет, получилось Владимир Малышков и отец мой, Сергей Тавюшев-старший, восемь лет назад написали этот мюзикл вместе с Артёмом Абрамовым, а мы его сейчас восстанавливаем живым оркестром после двухгодичного почти перерыва. Зайка, красавица, 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 и отец мой, что где-то на свете лепа. Маленький мальчик мечтает, мечтает о заячке седом. А по сравнению с тем Храпелкиным, которого вы сейчас возрождаете, вот аранжировка, она поменялась, она стала как-то посовременнее? Ну, естественно, естественно. У нас просто очень, я считаю, нам повезло составом музыкантов. Все ребята продвинутые, музыкальные, современные, поэтому каждый из них привнес что-то свое. Это, в принципе, было главным условием того, что мы вернулись к этой работе опять, потому что нам хотелось именно не просто это взять и просто как-то перенести, нам все-таки хотелось больше что-то добавить нового еще. Скидка, ботонка, ботонка и глашка, Детер, штанишки, кушку, башки, Нигде не расслабиться, Идея того, кто распространяет черно-белые сны состоит в том, чтобы мотивировать взрослых на работу, не отвлекать их вот этой цветной, всей этой белибердой. Я не Петр Ильич, я твой сильный, Феня. Понимаю вас, Петр Ильич, понимаю. Ухожу, ухожу, ухожу. Это позиция Храпелкина. А позиция сновичка состоит в том, что люди должны оставаться детьми и уметь видеть цветные сны в течение всей жизни, даже будучи взрослыми. И, собственно, весь спектакль противостояние Храпелкина и сновичка, но, как во всех наших спектаклях, у нас никто никого не побеждает в конечном итоге. Все в основном как-то договариваются и научаются кооперироваться. Приходите, увидите. Субтитры сделал DimaTorzok